Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Страна у нас большая, недра наши богаты. Это знают все, даже маленькие дети. Но не всегда наши недра дарят нам богатство. Порой, случаются непредвиденные, если можно так выразиться, ситуации. Индийцы народ очень продуманный, им в этом не откажешь. Они, как и мы, уверены, настало время дедоларизации. Свою экономику они решили поднимать не хитрым, но эффективным способом. Рупиевые миллиардеры, наша страна решила Западу показать, что их грязные бумажки никому не нужны. И надо сказать, получилось. Я больше чем уверен, что их политики кусали локти от досады. Они ведь понимали, что с этого момента доллар постигнет крах. Впервые за десятки лет по-настоящему. Торговались мы с Индией в национальных валютах. Мы им дар наших недр, а они нам дар своего монетного двора, рупии. Наторговали больше, чем на 40 миллиардов долларов в эквиваленте. Теперь у нас очень много рупий. Но вот беда. Валюта, конечно, хорошая и крепкая, но неконвертируемая. Что это значит? Это значит, что закупать мы можем на эти деньги что-то только у Индии. И как быть? Раз закупаться можно только у Индии, то что же делать? Некоторые скептики презрительно фыркают. Что нам, Болливуд, теперь покупать? Зря вы, товарищи скептики, так Индию недооцениваете. Есть и чем похвастаться, кроме заводных фильмов и цейлонского чая, страна развивается активно. Но вот если Москве надо что-то дельное, за рупии, то наши партнеры начинают вести себя крайне странно. Если говорить по-русски, то вечно находятся какие-то отговорки, чтобы не дать то, что мы просим. Видимо, кто-то против сделок. Догадаться, кто не составляет труда. Меж тем, полученную за копейки российскую нефть Индусы успешно реализует на тот же Запад. Хотя показательно и причитают, что состав у нашей нефти какой-то не такой. За это они получают и евро, и доллары. Какая уж тут дедоларизация. В итоге, если верить источникам, то импорт Индии из нашей страны составляет 51,3 миллиарда, а вот индийцы нам предоставили товаров почти на 3,4 миллиарда. Разницу, чуете? Может, хоть обменять можно. Москва попросила поменять валюту на какую-нибудь другую. Вот взять те же юани. Чем плохи? Но вот нельзя за пределами самой Индии обмениваться. Центробанк не дает. Не спешите критиковать Эльвиру Сахибзадовну снова. Индийский Центробанк добро не дает. Возможно, есть перспектива конвертировать постепенно. Но и то не факт. Возможно, когда-нибудь придется у них же выкупать доллары или евро в три дорого за эти рупии. Сейчас индийцам совершенно все равно, как наша страна будет распоряжаться их нацвалютой, хотя Ригами пускай делает. Но ирония даже не в этом. Ошибочки, скажем так, случаются. Ирония в том, что, зная эти тупиковые условия, Москва заливает Нью-Дели нефтью, а Нью-Дели засыпает Москву неконвертируемыми рупиями. По сей день. Дорогие друзья, а как считаете вы, что будут делать с огромным количеством рупий? Найдется ли им достойное применение? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. В Китае есть старая поговорка. Братья должны платить по счетам. КНР и Россия сейчас переживают в отношениях период бурного роста, однако между ними по-прежнему то и дело возникают шероховатости. По словам китайских журналистов, Москва некоторое время назад рассказала о желании взять денег в долг у Пекина. Об этом сообщает издание Tencent. Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что переговоры с Китаем о займе денег ведутся уже давно, однако этот вопрос до сих пор не решен, отмечают авторы китайского издания. Обозреватели Tencent констатировали, что нет ничего необычного в том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о кредите. Большинство стран одалживают друг у друга, а США так и вовсе накопили такой госдолг, который выплачивать придется еще много десятков лет. На этом фоне в Москве были уверены, что договориться с Пекином о займе будет несложно, тем более что сейчас отношения между странами хороши как никогда. Однако в КНР не торопятся давать положительный ответ на просьбу Москвы. Как считают китайские журналисты, такая ситуация совершенно не устаивает российского президента Владимира Путина, который ожидал от Китая, что он будет более сговорчивым. Средства нужны для реализации ряда крупных проектов. Однако Пекин не торопится, и его поведение вызывает озабоченность у Кремля. Однако вышесказанное не означает, что текущая экономическая ситуация в России плохая страна закончила 2023 год с дефицитом бюджета менее 2% ВВП, чем не могут похвастаться многие европейские страны, констатировали китайские журналисты. По оценке аналитиков Tencent, у руководства Китая явно есть какие-то свои соображения насчет того, давать ли России денег в долг. Судя по всему, сумма, о которой просит РФ, достаточно большая, как и срок погашения кредита. Дайте пресной воды, ведь она же общая. Циничное заседание в ООН. Здесь ООН заседание собрала по пресной воде и решила зачитать доклад руководства к использованию. Если откинуть всю писанину про демократию, свободу и права гендеров, зеленую повесточку и изменение климата, то суть доклада сводится к следующему. Воды не хватает, 2 миллиарда человек без доступа к чистой воде, 3,6 миллиарда сидят без канализации. Планы ООН по обеспечению населения планеты водой не выполняются. Ежегодно мировые запасы пресной воды сокращаются на 1%. За последние 20 лет планета лишилась пятой части своих запасов. Теперь переводим на человеческий язык. Воды не хватит на всех. Вода в избытке есть только у бразильцев и русских. Если мы возьмем у них воду и перераспределим на свое усмотрение, то проблема будет решена на ближайшие 50 лет, и вот тогда мир заживет счастливо. Что нужно от русских и бразильцев? Они должны дать доступ к проведению анализа своей воды, далее разрешить международным организациям включить водные ресурсы России в глобальную информационную систему управления, а далее позволить экспорт в те страны, которые определит ООН и их владельцы. Поскольку вода общая, больших денег не ждите. Максимум копеечная компенсация. Но это еще не все. Есть еще обязательства для всех развивающихся стран, считай для стран БРИКС и тех, кто туда стремится. Вы расходуете слишком много чистой воды. Прекращайте. Зачем вы так обильно поливаетесь сельхозпродукцию? Зачем выращиваете такое огромное поголовье? Не нужно вам и нам этого. Давайте-ка переходите на альтернативные источники питания. Вот мы, европейцы и американцы, всех научим. Вместо мяса нужно кушать личинок. Ну а что? Все едят и вы жуйте. Особенные что ли? Но есть и хорошие новости. Россия, Бразилия, Китай и Индия никакому ООН ничего не предоставили и предоставлять не собираются. Ведь если сделать так, как предлагает ООН, то будет так, как с зерном для беднейших стран. Оно вроде как туда уехало, но всплыло в Европе. Поэтому с водой разбираться будут без привлечения Запада. Пока ни Россия, ни Китай не выносили в публичное по решению этого вопроса. Скорее всего обсуждали, но пока данных нет. Вероятно, проблема будет решаться внутри будущих макроэкономических зон. Россия будет решать в своей зоне ответственности, Китай в своей, а Бразилия в своей. Как будет обстоять дело с Африкой, пока не ясно. Судя по всему, Россия займет свою нишу на континенте и будет специализироваться на совместном создании инфраструктуры. Электрификация, канализация, переработка сырья, атомные станции, вода и дороги. В общем, в тех отраслях, где есть глубокая экспертиза. Разумеется, не бесплатно. Что же касается ООН, то абсолютно очевидно, что это беззубая организация, которая ничего не решает. Нет сомнений, что Россия выйдет оттуда после решения тактических задач по переустройству мира. Далее, чиновники ООН так ненавязчиво приводят статистику. Обладатели наиболее крупных ресурсов пресной воды. Бразилия 8233 квадратных километра. Россия 4750 кубических километров. Индонезия 28338 кубических километров. Китай 2830 кубических километров. Колумбия 2132 квадратных километра. Перу 1913 кубических километров. И Индия 1897 кубических километров.